...и сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Ну боялись страхами, ведь мы говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повезло лица ему. Кто же сей? Есть такая книга, написал ее неправославный. Он все взял по писанию, я ее начитывал на пленку, распространял, и власти ее в обвинение ставили. Мне. Кто же сей? Столько дней ходили рядом, пили и ели, видели чудеса, но вот новое явление, буря утихла, и сразу, а кто же сей? После каждого эпизода в жизни можно спрашивать, а кто же сей? Что делает Господь? Кем Он для нас является? Вообще-то все нации мира имеют какое-то представление о Боге. Он давал знать о себе, как апостол Павел говорит в 17 главе «Деяния апостола». Дождями ранними и поздними. Это Бог дает знать. Но в первую очередь мы о Боге познаем по Его творению. Творец. И Библия начинается с этого «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот Бог дал о себе знать в самом начале. Но христианин должен быть видеть во всем высшее. Возводить не только к видимым вещам, но к невидимым. И духовное сообразовать в духовном. Он творит все новое написано. А что новое? А старое умерло. Умерло, разложилось грехами. И когда написано «расплилась вся земля», Затаус говорит «землей назло человек». Человек – это грязь без Бога. А теперь творится новое. Стань спящий. Воскресни из мертвых. И надо народиться свыше. Родиться – то есть совершенно это новое. Заново. Того уже нету, тот умер. Было ли это с нами? Мы как Творца Бога знаем ли? Я постоянно говорю «занимайтесь с детьми». Это не за партой сидеть. А только вышла хорошая погода, возьми его, ребенка, обними. Склонись до его уровня. Твою голову рядом с его головой поставь. И покажи. Вот смотри осинка, как свечка вспыхнула. Ты осинку показал и к храму привел одним предложением. Какой закат? И опять посмотри. А вот знают люди, что по закату можно определить, какая завтра будет погода. Господь говорит, когда видите Багрова, говорите, будет то. И опять вот писали. А всего лишь только закат. Ничего еще не было. Подошел к реке и тут ты найдешь и скажи. А вот озеро большое Горилейское. Господь с учениками, когда рыбачил. Рыбы-то много было. И когда дали Христу и есть часть печеной рыбы. Часть. Значит, всю ее даже, видимо, и много было для одного человека. А всего лишь только подошел к озеру. Играете и начинаете. И обязательно подведи его к священному писанию. Мы знаем Бога, который стал человеком. Ни одна нация мира. Ни одна религия этого не знает. Человеком. И святые вывели, говорят, для того, чтобы человека сделать Богом. Но разве это можно? Написано все вы Боги. Бог с маленькой буквы. Бог означает человек, богатый милостью от Бога. И он царствует на всем, что дано ему здесь. У вас скотина во дворе. Подводите его. Расскажите о копытах и о рогах. Что об этом писании. У вас же прям уродик. Здесь не просто скотину с кирпичом на горлость. Идет ее из дома. Идет, ты ему расскажи, почему Бог дал ее, с какого времени, с потопа. И вот смотри, у нее и шкура идет. А сейчас так нам дают. А раньше, кстати, выделывали. Прям беременно у нас выделывали. И из бычащей кожи мне сапожки шили. Я цены не знал. И все здесь. Дегтя промазали. А это вот, что делается? Из коры. Это Бог. А сразу поверни его духовному. Кто сей? Бог. Он дал тебе жизнь. Посмотри, как хорошо в глазки не имеет. А как хорошо, десять пальчиков имеет. И копыта у человека. Как бы ты ее ручкой держал, копытом-то? И все так Бог сделал. Дивный наш Бог. А кто же сей? Много имен у Него. И одно имя Ему, которое люди не знают совсем. Написано с большой буквы. Страшный. О Боге. И прямо молиться можно так. Страшный. Я молюсь тебе. Страшный. Услышь меня. Почему? Страшен Бог в правосудии своем. И святые так и молились, и обращались к Нему под именем страшного. А сегодня Бог эта палочка-выручалочка. Вот надо сразу. Помоги, Господи. Ну, трудно очень. Экзамены сдать надо. Напали на меня. Избавиться от какой-то болезни надо. Опять что-то внутри не ладится. Организм захромал. А Бог всюду и везде это радость. Это любовь. Куда бы ты взор не повернул, это любовь. Каждый день, вечер, ночь, утро. И все везде по Его любви. Вот вообразите, нет никакой скотины, ни одной птицы, ни родного растения, ни в огороде. Стал пуст. На такой глазам пусто. А на самом деле везде идет жизнь в земле. Мы еще не видим. Как тоскливо сделать бы. А Бог послал человека в этот мир. И дал лекарство работать. В поте лица будешь есть хлеб свой. В поте. Это нам кажется труд. Это вот наказание. Труд для человека дан наказанием, но он преображается во Христе. А вот представьте, труда нет. Люди, которые идут на пенсию, они какое-то время продолжают ходить на свою работу. А потом не ходят, потом дома застревают. Ну и треугольник свой. Телевизор, кажется, туалет поселил. Сходят в этом круге. Никуда. А верующий, он идет в церковь. У меня столько свободного времени. Не как зарубежные бабушки, дедушки. Они по заграницам куда-то едут. Куда ехать, каляна, внучата? Ты каждую минуту можешь сделать ему добро. Помолиться, пойти к ближнему, сказать, потрудиться, помощь твою, предложить. Кто такой Бог? Бог, научающий делать добро. Бог, уподобляющий меня ему. Каким мы Бога знаем? Этот вопрос, кто сей, мы даже знаем. А я знаю его Бога во Христе. Он приблизился ко мне. Он открылся мне. Он преобразил меня. Он мою ненависть сделал любовью, добром. Пророк Исаия 42.3. Он увидел Христа уже. Трости надломленные не переломит. И льна курящегося не угостит. Будет производить суд поистине. Вот таким он его знал. Бог. Бога. Пророк Исаия таким открылся. Самая маленькая вера. Он не угасит. И гнев удает разраститься. И он уже совсем человек отломился, кажется. Начинаешь молиться. Умягчается сердце. Но восстанавливается доброе отношение. Душа не нарадуется. Это все мой Бог. Это Бог любовью тронул. Духом святым. Исаия 43.2. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? А они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Такого Бога мы знаем. А ведь речь надо понимать. Выше не как евреи. Только не адухологов. Среди топкова нашествия еретиков ему устояли. Вот этот бедлан в стране. Такой развал везде. И мы недоводные ложились спать. И у нас столько Слова Божия. Столько у нас крик. Священного Писания. Если Господь благословит. Воля его будет. Мы узнаем. Батюшка будет ли служить в следующем воскресенье? И будет ли погода? Мы пригласим приехать в Шачинске. Из Завьялова. Кого только можем. Чтобы они на месте увидели провести здесь урок. Как вести занятия. С чего начинать. Как образовывается община. Работа идет. Семя уже брошено. И уже люди оттуда звонят. Работают книги. Я говорю. Нравятся тебе книги мои? Не нравятся. Ты их не читаешь. Но они работают. И человек брал. Покупал. Покупал книги. Потом одну книгу нашу только взял. И говорит. Почему меня те книги не тронули? Это меня сразу тронуло. Почему те книги никак на меня не отразились? А здесь я совсем ходе делаю. Это мне звонит видеть. С которым я еще не встречался. И может быть они даже приедут сюда. Я говорю. Тяжелая артиллерия еще не заговорила. Потому что там Слово Божие. Не мой только интеллект. Слабый, разрушенный, греховный. Бог. Я старался приблизить все к человеку. Чтобы он полюбил Христа. И сел у ног к его, как Мария. Я 46 лет этим занимался. Успешно. Неуспешно. Судите меня как угодно. Но я старался. Я старался рано вставать. Поверьте. Поверьте. Чтобы книги ожили. Чтобы Бог дал мне денег. Мне сейчас, чтобы издать то, что прямо вот, вот издать. Один миллион нужен. Всего-то. Ничего. Это уже трех помних кончается. Видите, как. Добавляю. Одна тысяча экземпляров Истинного православия. Сейчас выпустили три. И третий идет, просто убывает пачки. Потому что на разные стороны люди ищут. И говорят. У меня она первой книгой стала. Которая показала мне на Христа. Я конкретно поняла, что такое Христос. Сахамилов в храме ничего не знала. Я знаю не понаслышке. И это действительно так. Салмопевец Давид 45.23 говорит. Бог нам прибежище и сила. Скорый помощник в бедах. Посему не убоимся. Хотя бы поколебалась земля. И горы двинулись в сердце морей. Такого Бога мы знаем. Ученики испугались Христова действия. Что буря утихла. И моря, волны улеглись. А здесь пророк Исаи. Салмопевец Давид за тысячу лет говорит. Что он нам прибежище и сила. Болеешь ли ты? Сила с тобой. Доверься Богу. И в старости твоей Бог удивительную силу будет давать. Энергии ума. Радость. Общение с людьми. Ну и главное конечно. Для чего Христос пришел? Спасти души. И все время забудьте. Кому бы сказать о Христе Евангелие дать? Я сегодня буду дома. Будут занятия. После занятия сразу придите. Кому нужны Евангелия. Где вы едете? А Евангелие дать. Я вам бесплатно дам. Я навериваю вам. Понимаете? Это так радостно. Человеку оставить след Евангелия. И скажи. Это главная книга. Сердце Библии. Евангелие от Иоанна. А уж сильных, а близких человек. Можно даже и новый завет дать. Нас Бог наградил сегодня. И наградил. Не через православных, а через бапсистов. То есть для меня Бог так сделал. Потому что я там обратился. Оставшись православным. Ведь я повторяю. Мы получили не два Евангелия. А 30 тысяч экземпляров. Вы понимаете? Скольких людей мы можем накормить. Такого Бога вы знаете? У Которого есть люди, которые еще не ели духовного хлеба. А ты хотел бы быть помощником? Накрывать носом. А кого избирать? Изведанных. Советливых. В Духе Святом. Ну как во времена Стефана были. Вот таких Бог и находит. Ты в школе. С одной девочкой поговоришь. С другой. А с тобой несколько Евангелиями. А ты имеешь Евангелие? Это так главная книга Библии. Здесь говорит Стефинский. Подари ей. Вооружите учеников твоих. 1 Царств 12, 18, 20. И возвал Самуил Господу. И Господь послал гром и дождь в тот день. И пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу, помолись о рабах твоих, перед Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам. И отвечал Самуилу народу, не бойтесь. Грех этот вами сделан. Но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим. Уже сделан, ничего не вернешь. Но с этого момента, с сегодняшнего дня начните так. Доверься Богу, Бог все сделает. Я обращаюсь к служебникам по вере. Поверьте. Бог благословит за свою святую субботу. Первые христиане до 4 века имели только два праздника. Только два. Рождество не праздновали. Никто его не знал даже. Даже Рождество Христово не праздновали. Это во времена Златоуста. Впервые он вышел, когда, ну так приблизительно, стали отмечать. А до этого оно вместе в один день было с крещением. И пасто, все, два. Остальное потом прилепляли, прилепляли, двенадцатый праздник. А первое, это время, пятый, шестой, седьмой век. Их никто не называл, блин, на двенадцатых. Их было всего 4. Потом 5, 6 и так. Уже не знали. Мне нравится праздник Сретения. Ну, почему нет Сретения, вот встретился Христос с Никодимом. Он открыл-то намного больше, чем с Симеоном. Вот так постановили. Вот так, скорее всего, больше дает. Целая глава написана. И конкретно каждому. То есть, если бы сказали, создаётся комиссия по пересмотрам праздников. И чтоб двенадцать было. Я бы сегодня прям до беда дал эти праздники. Встреча со Христом. И она для меня нужна. Постоянно, чтобы везде вот это подчёркивается. Мы знаем Бога любовь. Чтобы в каждом празднике Бог любовь был. Вот это нужно было бы. Первая книга Царств. Двенадцать двадцать четыре. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно. От всего сердца вашего. Ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Значит, Бог, творящий великие дела. Бог, отверзающий глаза и разумения. Вот такими именами мы знаем Его. А из этого стиха мы прямо в уводе. Кевлеем 12, 28. Итак. Мы, приемляя царство непоколебимое, будем хранить благодать, которым будем служить благоугодно Богу. Злаговолением и страхом. Бог, которому служить надо со страхом. Не в храме служить, Павел это не имел в виду вообще здесь. А служить жизнью своей. Жизнь это мое служение. Он нас понимает служение в армии и священии. Все несут служение. Ребенок маленький несет служение. Готовив храм, проверив на несколько раз, нет ли на нем никаких надписей. Все ли у него есть. С тобой платочек. Чтобы он уже чувствовал. Пригая из храма спроси, а что было проповедь? Не допомни. Да и сама не забудь. Я вам о чем сегодня говорю? Кто сей? Ну два слова запомни. И идею обсуждать, а кто сей? Вот для апостола с тобой был. А для меня может в чем-то другом я его вижу? И спроси ребенка. А для тебя Господь больше всего в чем проявился? Каким ты его себе представляешь? Тем более Бога, по-человечившемуся. Его можно было осязать, пощупать Христа. Можно было за краю одежды ухватиться. Один даже у грузи возбежал. Вот какой он был близкий. А Господь детей даже на руки брал, написано, я обнял его. Он такой понятный, такой близкий. Он терпел все то же самое. И холод, и голод, написано, есть хотел и жаждал. Он такой понятный, близкий. Ио 38.11. И сказал, до сели дойдешь и не перейдешь. И здесь предел надменным волном твоим. Речь шла о море. Бог разговаривает с морем. О море по всей земле идет. И Бог сказал, вот, и море остановилось. Вот недушевленное, как пожар. Пожары вдруг остановятся. Не могут потушить. Пожарных машин не было. А вот письмо, полученное от святого человека. Кто-то не знает, что делать. Надо письма-то хранить. Это же архив. А он подошел, и письмо взял в костер, был силовой фраду, упал, испугался. Даже невероятно. От бумаги-то он не гаснет. Он разгорается только. Но вот так. Я вам рассказывал, как застряли военные. Один танк. Послали второй вытаскивать, и второй застрял. А больше нет. Там, наверное, уже было сказано много худых слов. А рядом избушка. Видно, бабушка подошла. Ну и спрашивает. А каждый думает, раз куда стала старая торга пришла? Зачем она? Что? И она взяла какой-то камушек. А у нас, говорит, брено, загнатый. И трактор по себе тянется. Туда трясена идет. Она бросила камушек. И говорит, сыночки, давай-ка с молитвой. А помолюсь, может быть, вы люди. Покрутили головами. Совсем не стоял в уме. А я говорю, давай. Ернами, как посуха, вышла по асфальту, пошла машина. Камушек маленький. Почему Бог? Ты такого Бога знаешь, который испечтенный вытаскивает? Который за волос льет человека и ставит на сухое место. Книга Провока Иона 1.10. И устрашились людям страхом великим. И сказали ему, да чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. Когда мы говорим о нашем Боге, что он с нами сделал, многие не верят. Григорий Ницкий рассказывал об умершей своей сестре Макрине, что с ней Бог сделал, как она была. И он видел, что люди не верят. Он говорит, люди верят только в то, что могут сами сотворить на большую неспособность. А сами-то ничего не могут сотворить. Вера-то никакой нет. Я тебе рассказываю реальные вещи. Это невозможно даже. Как? Мой отец инвалид войны со мной рукой. Представь себе. Лошадей-то не давали. Отдали дом строить быков. А представьте, что паутырь. И поехал в казнику, нагрузил одной рукой. Как он делал, я ничего не могу понять. И дорогая лопнула, колесо упало. Как он поднял, он говорит, я ничего не могу понять. Как поднять это все надо было? Нагруженное. И сходил за колесом, буков привязал там. Вот как воспитывались. Это Бог делает. И поутрии за ними, и хребет себе не сломал, и не задавил. Это такое у нас что было. А ты у себя припомнишь. Сколько этих случаев было. Ты же ездишь по дороге. Один винтик, аппетит, и ты уже под колесами будешь. И Бог тебя хранит. Вы же уезжаете, мы все так молимся за вас, чтобы Бог вас, как на крыльях, пронес. Бога хранителя. Посылающего ангела хранителя. Такого Бога должны знать и детям постоянно об этом говорить. Мы сели в машину, это хорошее, это гроб закрытый. По-другому его не называй. Гроб. И ты из гроба вылез пришел. Не радуйся, что внутри там какие-то зеркала стоят. Это гроб. И он, один, Иона 11.15. И взяли Иона и бросили его в море. И утихло море от ярости своей. Иногда бывает какая-то смута. Достаточно одного человека исключить из общины. И все стало на свое место. А это пророк Иона показал нам. А он праведный был. В данный момент праведность его оказалась далеко от него. Он был непослушный. Бог сказал, уйди, ты должен идти. А у нас сейчас с тобой так считается, что скажет жена, что скажет кто-то где-то. Простое дело у нас где-то, доказательство. У нас такая община. Столько людей, учителей. Не хватает учителя. Человек уезжает сейчас, ну что, по 40 часов в неделю. Это же немыслимо просто. И вот начинает кто-то, советуется, посылает как сектанты, посылает на север одного, проходит какое-то время, переезжает жена, дети, начинает работать, любишься целой общины-то. Ну нет этой самоотдачи. Нет подвига. И ты только сказал, а дальше-то я, может, никому не буду нужен. Тебя зову сегодня учителем будет здесь. Ну, я приеду. Надо, а дальше будете видеть. Ну зовет тебя Господь. Ты что думаешь, Господь тебя зовет как? Придет к тебе и расшаркивается перед тобой будет. Нужда зовет, нужда. Сбежущие дети, учителям очень трудно. Я уже, ну, к трём-четырём учителям, которые у нас в общине, которые здесь, под разными предлогами не идут. То есть не осознание того, что ты перед Богом стоишь. Бога, который зовет. Ты такого Бога знаешь. Тебя Бог сегодня зовет. Займите эти места. Штатная должность. Ну, просто сказать, я знаю Бога, и Бог меня зовет. Он тебя больше звать не будет. И больше ты никогда не потребуешься. Ты думаешь, я не пойду, и что-то остановится? Мардахей сказал истерию. Ты не выйдешь. Бог найдет другого. Ну, для этого ли тебя Бог сделал царицей? Бог спасет. А ты и дом отца твоего погибете. Ну, ладно, до этого момента мы согласны. Бог найдет. А почему я погибну? Да потому что ты не нужен. А я ничего не сделал. Вот и ты за это отвечать будешь, что ничего не сделал. Ты обязана была сделать. Ты должна была отказаться от своей складской жизни, от этих перин. И пойти. А там смерть грозила. Смерть. Без приглашения к Савине нельзя было зайти. Всякому была смерть, которая зовет во внутренний двор. И она пошла. Исфирь, я к вам обращаюсь. Мардахей, по совести поступите. Ни с кем не советуйте. Жена препятствует. Перешагни через это. Дети мешают. Оставь. И дети будут здесь и все остальное. Малахия 2.5. Завет мой с ним был завет жизни и мира. И я отдал его для страха ему. И он боялся меня. И благоговел перед именем моим. Речь идет об Израиле. Бог дал тебе этот завет. Люби ближнего как самого себя. Учителя наши задыхаются. Так случилось, что учителя нет. Ты прям не выходи отсюда. Скажи, Господи, я услышал голос твой. Все, меняю. Мужа там, жену я уговорю. Я обязан быть здесь. Вы конкурс устроите, кому здесь быть. Вот это будет перед Богом. Я голос этот слышал. Божий. Я вам говорил, у меня брат был в Арбии. Я узнал, он не туда идет. Тогда уволиться нельзя было. Я не стал. Я понял, что у меня не уволят. Я пришел, инструмент сдал. И сразу сел на пояс уже в Москве. Выводим скачать. Препятствия. Какие препятствия? Через забор перелез и в казарный же штатский. Пока его не поднял на ноги. А теперь он священником. Да нигде это в Москве. Препятствий никаких нет. Вчера я праздновал 46 лет, как я получил в руке Евангелие. И скажу, за 46 лет у меня ни одного препятствия не было делать то, что я для Бога хотел сделать. Ни одного препятствия. Препятствия невыполнимые. Бог дает таких людей, которые тебя в залог уберут. От Бога эти люди. Но ты сам на это будешь готов. Никогда не советуйся с плотью и кровью. А вы с плотью советуете. С плоть это жена, с плоть это дети. Услышь молитву и вопль. Об этом молятся. И твой ответ будет один. Слушай, трап твой. Завтра же будь здесь и скажи, я буду учить здесь детей. Люди, которые были учителями у нас и говорили, это счастье быть потеряете. Таких детей учить. Вы понимаете, это что я по такой мерке, по христиански беру дети, где-то не послушаю. Но сравнись с учениками, которые в городе, что там делать? Здесь же одно удовольствие. И когда фотографируется, говорит, там делоподобные дети пишут. Это не только по виду. С ними можно разговаривать. А тут и ко слову, они все на молитве. Марка 5.33. Женщина в страхе третики. Сказала, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Ты если поняла, то в страхе упади перед Богом и скажи, Господи, ты все обо мне сегодня в проповеди сказал. У меня нет самоотверженности, нет героического подвига. А Господь говорит, бегите на листалище. Кто первый? Считаешь просто смену, какую-то связку надорвал, какая-то беда, нога сломанная. Лечится и опять идет туда же. Ему уже нельзя. Какие же они настойчивые. И вот, знаешь, я прочитал про одного, и он, кажется, 8 золотых медалей сделал. Вообще невероятное. Олимпийских медалей никаких-то. А как он тренировался? А когда начинает считать, как он тренировался, он как будто не спал. Он день и ночь тренировался. А сегодня, говорят, пропорции тела его не такие. У него пропорция ума не такая. У него решимость другая была. Я должен. Меня Бог зовет. А ты думаешь, он тебя куда позовет? Он как раз тебя и зовет сюда. Вы знаете, это рассказ, когда Господь бьет в креду, и она все отвергала. Всех и детей он не приняла. А когда Господь приходит, когда мы его обличьи-то и не видим? Псалом 88,8. Страшен Бог великим в сонми святых. Страшен Он для всех окружающих Его. И везде, в Салмопере, в Зависе, Тот, любил Бога и говорит, страшен Бог, страшен. И ты скажи, страшные слова я слышу, если сегодня я не откликнусь, что будет со мною. Бог отнимет этот талант. Ты роспись своей идеи не поставишь. Для кого Бог дал тебе грамоту? Для того, чтобы закончил институт, чтобы для Бога послужить? Для Бога это необходимо. Откровение 15,4. Кто не убоится тебя, Господи, не просает имя Твоего, имени? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобою. Ибо открылись суды Твои. Аминь.